Всем доброго времени суток, друзья! Последняя неделя в Норвегии. Очень жалко, грустно. Выходим двумя коллективами опять, с женами. Вот Володя со Светой. Вот тоже идут. Они сразу идут на большую рыбку. А мы с женой наиграемся немножко по макрели. Хотя я не знаю, что мы с ней делать будем, Тань. Вот что мы с ней будем делать. Если будет получаться, будем пробовать выпускать. Если не будет получаться... Не знаю, макрель тут никому не нужна. А крупные, если что, поймаем, придется отдавать, потому что, ну, девать некуда. Напомню, в Норвегии можно 10 килограмм с собой везти домой. Везут и больше, но мы не будем нарушать закон. Мы возьмем столько, сколько положено. Вот. Поэтому даже не знаю, что будет. Грустно, конечно, не оптимистично. Здесь очень красиво. Здесь просто бомбезно. Я каждый день смотрю и каждый день не могу нарадоваться. Не знаю, что получится, то получится. Не успел даже снять. Жена уже поймала, отличилась первую. А? Что случилось? Ну, хоть покажи рыбку-то. Сейчас покажи. Вот такая малюшечка. Пошла подрастать. Вот и у меня макрелька. На колебалочку поставил. Хильду. Тоже манюсенькая. Отпускаем маленькую. Не засеклась хорошо, в смысле не потравмированная. Пошла отдыхать. Вот. Вот такая колебалочка. Где так отпускаем? Ловим маму и папу. Где так отпускаем? Ну, ладно. Не нравятся мне эти тучи. В голубом. Погода меняется очень быстро. А то выходим в солнце. Через 15 минут может быть совершенно другая погода. Ветрюган задуть и все. Вот уже начинает накрапывать миленький дождь. Даже небо платит, что нам уезжать. Слышит, как она не нужна, так вот она есть, да? Позавчера с Володей еле-еле-еле-еле наловили. Ну, опять, не крупная. Вова, надо на ножинку? Наверное, да. Короче, ребята тоже у нас настроены пессимистически. Короче говоря, вторая наша команда подошла. Они здесь четверть века. Говорят, ребята, надо валить. И вот последний раз мы тоже с Володей были. И только он сказал, поднялось такое. Поэтому сейчас быренько собираемся. Вот такой у нас печальный выход в море. Даже Норвегия плачет. И быстренько, 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 быстренько. Так что, как-то так. Завожу мотор и погнали. Вот, смотрите, мы ушли с воды. Ну, сколько прошло, 15 минут. Тут рядом стоянка наших лодок, катеров. У того берега, этого острова уже не всех видно. И лупится страшной силой. Но если распогодится, мы все равно выйдем. У нас вторая часть норвежского балета. Еле-еле мы 4 часа ждали погоду. Чуть-чуть стихло. Чуть-чуть перестал дождь. Жены наши уже не захотели по второму кругу. А мы выходим. Выходим с Володей. Попробуем, если нас не сильно будет нести. И, поскольку очень важно, скорость ветра и скорость течения. То есть, если ты опускаешь груш килограммовый, и он не ложится на дно, то смысла в такой рыбалке нет. Вот сейчас мы выйдем, попробуем. Если нам повезет, то насчет поймаю не знаем. Но хотя бы попробуем. Порыбачим. И полетел дальше, да? Да. Стали с Володей на 65 метрах. Под прикрытием берега, чтобы хоть не так нас несло. Вроде пока терпимо. Ну, поглядим. Поймаем хорошо, не поймаем. Тоже не совсем хреново. Вот. Поэтому... Три минуты назад. Ни хрена не было. Ну, немножко дул, но не так. Вот три минуты и... И пожалуйста. Уже у нас еще чуть-чуть и бараны на воде появятся. Есть у меня поклевочка. Что-то дергается. Ну, посмотрим. Вот. Ветерочек чуть-чуть поубавился. 96 метров. Глянем. 12 метров. Ну, мы с Володей стоимся к тому, что это мольво. 7, 6. Еще раз подкрутить. Попишите, если я разберусь, сейчас. Это 4, 3, 2. Он остановился на метре. Остановился на метре. А теперь пошла руками работа. Из болота тянуть бегемота. Там про кайфы кто-то рассказывает. Поднимите просто килограммовый этот самый. Да, подожди, надо железку взять. Удочку. Куда же удочку. О, смотри, хороший идет. Да, неплохой. Там два. Ё-пэр-сэптэ. Это два. Это, наверное. Там не пойму, что это такое. Это не морская что-то. Не знаю. Две штуки сидит. Одна сверху, другая снизу. Это люр. Люр, нифига тебе хороший. Там три, по-моему. Нет, две. И второй люр. Слышь, вот это мы с тобой все-таки дождались своего часа. Дашь мне погорик или так его подняли? Так поднимаю. Не мы, а. А вы? Да. Да, два люрчика таких. Оля. Опа. В полоке. Опа. Ух. Два поляка. Вот такие вот пироги, ребята. Глянь, как у них глаза повылазили, а. От счастья, наверное, что они попали ко мне на крючок. Слышь, видишь как, век живи, век учись. Короче, я сейчас. Вот такие пирожки, ребятки. А, смотри, что они один взял на мясо, да? А один на этот взял. Не, на все на мясо. У меня тут кроме мяса ничего нет. Нет, я не веду один на вот такой красный. А, да. Но один ниже, другой выше. Ну что, Анатолич, как тебе, полегчало? Полегчало. И хорошие поляки. Так глянь, как глаза повылазили. Вообще смерть партизанам. Да, ошиблись мы с Володей. Губатый штука опять дует. Мы со 100%, ну 97-99% давали, что это, этот, как его, господи. Мольва, Мольва. Были уверены. На такой глубине люр, это, конечно, вообще. Туши фонарь, сливай воду. То есть нонсенс. Но, тем не менее, он клюнул. И, слава богу, и даже два. Продолжаем рыбалку. Уже не зря вышли. Ну что, где на сегодня вы даришь? Четыре раза, зараза, клевало. Я раньше времени подсекал. А теперь таки дождался. Лупануло. Ну что-то сопротивляется, дергается. Может быть, даже неплохое. Потому что, как бы, палка сразу согнулась крепко. А он, смотри, проскальзывает чуть-чуть. Так, подтянул я на метр. Что-то дергается. Хоть бы коки мне не оторвало. Чувствуешь, не? Нет, не чувствую. Может, опять камбала есть? Я буду в шоке. А, что-то есть, да. Сейчас будем вытягивать, смотреть. А, наверное, вот тут... Слышь, опять эта дура, не? Хорошая. Не знаю. Глянь, 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 опять люр классный. Глянь, какой. Это, это треска. Да ты что? Вытаскивай. Это треска. Хе-хе-хе-хе. Это неплохая треска. Все, ребята. Ну, она... Дай богорчик, слышь. Я боюсь. Где? Ладно. Айдем, давай. Ох! Офигеть. Слышь? Ха-ха-ха. На красную, да. Смотри, какая дуринта. Ну, не скажу, что супер-трофей, но хорошая. Так, все, закрылись по треске. По нормальной треске. Ха-ха-ха. Шикардос. Вот условия. Володя одной ногой ловит крупную рыбу, другой с ногой пытается поймать нам наживку. Опустил пилечку. Вот. Хоть какую-то там сраненькую скумбрию. Хоть какую, вообще нечего наживлять. Вот. Поскольку, я же говорю, две штуки мы поймали. Три было, но я выпустил, а Володя две оставил. И вот думали, ну, как всегда. Потом мы всегда поймаем. А потом оно не совсем потом. И вот теперь он... Там за поклевками следит, тут пильку кидает. В общем, цирк. Вот смотрите, вот это все, вот это вот, вся срань господняя. Все идет к нам. А с той стороны, смотрите, какая красивая радуга. Надеюсь, на камеру это все передается. И вот только был уже почти штормяга и все, чуть стихло. Чуть стихнет, пойдет дождь и опять вот эта срань идет. Короче, погода меняется. Ну, я не знаю. Просто вот 15 минут, совсем все по-другому. Вот основная срань прошла. Показываю Володю. Вот приблизительно... Да не приблизительно, а точно такой же и я. Мокрый. Руки мерзнут. Ёлый Павлович, а что? Да. Клышишь, это самое. Дождь прошел, зато ветер не прошел. А наоборот подымается. В общем, вот такие мы с ним экстремалы. Есть у Володи поклевочка. Но ветер такой, что очень тяжело определить, что там есть, что там нет, если у тебя не 100 килограмм висит. Ну, сейчас посмотрим. Всего-навсего 180-200 метров, да? И все дела. Есть что-то? Есть, да? Трепещется? Да. А, вижу, вижу, да. Есть, есть. Ну, может, того, чего ты хочешь. Может быть. Там произошла у меня тоже поклевка, наконец-то, долгожданная. Володя, кроме красного окуня, ничего не хочет. У меня есть. Анатолик. Я вижу, то, что Володя хотел. Он, когда мы выходим, всегда говорит, я хочу красного окуня. И везет меня не на те точки, где шикарная рыба, а где окунь. Вот, он его любит. И вот он его и ловит. Ну, то, что ты хотел, Володь. У меня там еще что-то есть. Еще что-то есть. А он и... Блядь какой! Японом мама, Вовчик. Я тебя поздравляю. Вот это, бляха, муха, трофей уже. Ребят, чтобы вы понимали, таких окуней здесь, там, где мы находимся. Вон он. Шикарный. Это такой, как у меня. Третьей, да? Три штуки. Вот это мы попали. Слышно, я только места никому не говорю. Володь. Ну, покажи. О, красава! По-более, по-более. Да не гони по-более. Но хороший, зараза! Сейчас будем фотаться, Вовчик. Показывай третьего. Короче, три штуки. Демло. Вот вам, слышишь, терпение и труд, хавальник его покажи, в камеру, Вовчик. Вот, красава, красава, ничего не могу сказать. Давай третьего, потом сфотаемся, обязательно. Где, 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 сейчас поймаю. Ну, штука. Не, не поймаю, уже далеко от лодки. Давай по цаку, Беренька. Вон он, гадюка. Давай я быстрее, 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 быстрее. Дай, 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 дай. Давай, иди сюда, моя черепча. Вы не думайте, что мы за мелкой рыбкой. Это за вкусной рыбкой. За вкусной, одной из самых дорогих в Норвении. Потому что только вот таким способом. Никаким другим их не ловят. То есть это все вручную. Так, ну ладно, сейчас будем делать селфи. Сейчас только покажу наш ящичек. Вот он. Производство безоходное. Да. Ничего не пропадает. Короче, нам нечего насаживать. Я еще не вытягиваюсь чуть-чуть. А Володя уже все. Сказал, все, будем завязывать. Да сколько мы, гляньте, рыбы надубасили. И не собирались столько. Хватит нам. Да. Вот, вот, вот. О, вот это трофеище. Вот это. Вот это ряха. Это вега. Да, это вещь. Это лючий котьё. Это вега. Так, походу и у меня там как раз на пузе сидит. Но вот это все, больше забрасывать не будешь. Есть там, нету, завязывай. Это не окунь. Ну что-то я поймал. Все, на этом рыбалку. И вот там, где она вымутила опять. Наверное, третий сорт рыбы. Я бы акулку не отказался, но... Дело такое. Ты слышишь, что ты поймал? Охрен. Ой. Ты слышишь, вот эту, наверное, что ты поймал? Ну вот. А я не знаю, белая, блестит. Это что такое? Это то, что, наверное, ты прошлое натворил. А, точно, под путасу. Точно путасу. Глянь. Ядреного карамысла, а? Она, я говорю. Вот еще такую рыбку. Роги прослечься. Да. Так разнообразие какое, ты посмотри. А, ну да, от 100 метров она живет. Вот так. Все, решили мы с вами не завязывали. Докончательно ветер. Кушать хочется, мы сегодня в гости идем. Вот. Хоть бы это все по-бырому переработать. И, как говорится, со спокойностью. Поэтому не зря мы вышли, Вовчик. Долго мы с тобой ждали. Да. Когда нам... Да. Распогодится, не совсем распогодилось, вышли, но не зря. Получили колоссальное удовольствие. Вова поймал. Гляньте, какой ряха у него. Своего трофея. Да. Трофея, что называется трофея. Сейчас полбазы придет смотреть. Слухи быстро тут расходятся. Вот. Поэтому рыбалка на позитиве. Всем мира, добра. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова